Друзья, около маяка, в районе маяка, смотрите, сколько чаек. Вчера тут парусник рассекал, а сегодня плавают чайки. Они не всё время здесь. Путешествия даже снимают. Кто вот, интересно, блогер или от гостиницы? В столовой мы находимся. Напомню, мы находимся в отеле Грейс Горизонт, 4 звезды. Ресторан. А то, что я так, столовая, а для меня столовая. Попросил даже встать, может, для рекламы ресторана. 200 фотографий уже сделано, не меньше. Такая установка прикольная. Или реклама ресторана, или какой-то блок. Для газеты, для журнала, для сайта. Пятый день путешествия со смотровой площадки, я смотрю. И волны. Сегодня на море волны. Ветер чуть больше среднего. Вчера вообще штиль, можно сказать, был. Красиво. И люди фотографируются. Для видео. Друзья, в пятый день путешествия мы с вами поедем в Салах Аул. Остановка, мелодия со стороны торгового центра и фонтана. Потому что здесь одностороннее движение. И у нас такая прекрасная продавщица экскурсий, менеджер, что проводила меня до этой остановки. Потому что я сказала, что не найду. Ну, я нашла бы, конечно, по карте, но это требует времени. Поэтому скоро продолжим съемку в горах. Друзья, по дороге в Салах Аул мы прибыли на первую остановку Дагомысские корыто. И перешли вот по такому висячему мосту. Как нам сказали, что это мост влюбленных. Тут такие романтичные названия везде. Это все находится в горах. По-моему, в 9 километрах от Дагомыска. Так, кто со мной был в машине Нисс Андреем, проходим за мной. Чайная фонтация. Честно, интересный ответ, но нет. Знаете, где мы? Новый сорт Салахомский. Как раз встречали там. Сейчас, правда, не в сезон. В сезоне самый верхний три побега берем, срываем на подоконничек. Оно чуть сушится. Чайничком заливаем. Получается хороший зеленый чай. Пьем, он подмит очень сильно. Смотрите, это у нас на самом деле чай. Сорт называется Калхида. Привез его в 1901 году. Иуда Антонович Кошкин. Боя с рождения он с Украины, сам по национальности и Гитрии. За то, что он выквал это семя, в Грузии, в трех поколениях, ему запретили в день. Река это западный Дагомыс, как нам сказали. А чайная плантация. Вот это сорт Калхида. Все это среди гор. Очень-очень красиво. Друзья, вот и знаменитые корыта. Они разделяются известняком или какой-то горной породой. Поэтому они так и называются. Вот отсюда хорошо видно. И вода бирюзового цвета. Летом прогревает 127 градусов. И люди сюда приезжают отдыхать в прохладе. Это настоящий оазис прохлады, красоты, дикой природы. Здесь раздевалочка, столик. По лестнице можно спуститься вниз, что мы сейчас и сделаем. И вокруг чудесные деревья и горы. Напомню, что экскурсия джиппинг. Крытая машина у нас. Поехали в Соллах-Аул. Чудеснейшее место. Каскадные водопадики. И там наверху какая-то смотровая площадка. Слышите шум воды? Конечно, в конце февраля пока не жарко. Я представляю, как летом тут чудесно около воды находиться. Вода изумрудная. Наверное, цвет такой можно назвать морской волны. На самом деле, это настоящая сказка. И приезжать нужно сюда желательно самим, чтобы было неограниченное время. Если я не ошибаюсь, корыта этих девять. Они все разного размера. Маленькие, побольше. А там дальше каскадные водопадики, которые я сняла. Чудо природы. Ну, конечно, с этим и легенды есть связанные. А сколько их девять всего, да? Этих корыт считается. Или больше даже. Что-то их так много. А что-то их много. Друзья, сочинские и догомысские первоцветы. Кто знает, как они правильно называются, пишите. Вот мы и перешли от корыт обратно. Некоторые боятся под весного моста идти. И, кстати, туалет здесь 20 рублей стоит заплатить в кафе. А идете отдельно. И как корж у нас ведят. Как бы 20 рублей не утаить. Это небольшая такая ложка дегтя. Хотя за сбор, что мы платим экологически, можно было туалеты и бесплатные сделать. А мы двигаемся с вами дальше. От догомысских корыт. Наверное, к монастырю. В городе, в вашем городе, первое место занимает Мзымта, самая длинная и самая буйная река. И самая тераполноводная. Называется Мзымта, находится в Савадовском районе, перевод ее реки Бешен. Это Шахе, перевод у него. Все по-разному трактуруют. Я читал такую вещь, что английский разведчик во время Кавказской войны описывал эту реку как главная река. Потому что были очень сильные войны рядом с ней. Мы подъехали с вами на смотровую площадку, которая называется «На краю земли». Река Шахе, если вы услышали экскурсовода-водителя. Больше ничего особенного нам не рассказали. В этом минус джиппинг-тура. Что экскурсовода профессионального нет. Только водители. То, что они знают, то и доводят до туристов. Но место на самом деле очень-очень красивое. Река также изумрудная. Цвет морской волны имеет свет. Всем весело, надегустировались люди. И там уж и, наверное, какие-то кафешки. Не знаю, как тут видно. Наверное, солнце на самом деле не очень. Но погода с погодой повезло. Плюс 13 градусов. 14. Алина, я здесь! А время февраль. С другой стороны дорога и скалы. Горы. Машин много. Это все приехали на экскурсию. Но сейчас у нас воскресенье. И народу больше, чем обычно. Это все находится в горах Дагомыса. Я поцелуй. Я поцелуй. Я поцелуй. Сколько километров? Десять. Десять? Спускаться. Угу. Патк из первой, потом корыта, потом еще четыре. Ну да, машинки побывают. Друзья, по дороге в Салахаул, в монастырь, заехали в кафе два тиса. Ну, естественно, знакомый водитель. Тут деревенская, вернее, горная деревня. Вот. И два тиса растут во дворе кафе дома. И такой дом основательный, дворик. Да, тис ягодные, да, дерево с красной и белесиной. Ценные пары. А почему мы сюда заехали в кафе? Предварительно сделать заказ. Меню не очень большое. Цены обычные. Так, ребята, готовы? Да. Готовы. А вот и мужской монастырь, Крестовая пустынь. Здесь есть оригинал, как говорят, иконы Божьей Матери Троеручницы. Возможно, я ее увижу. Ей молятся от избавления от различных болезней, суставов, ног, рук, конечности. Кто не может забеременеть, в общем, от различных недугов. Также это находится в горах, красивое место. С другой стороны, источник Святого Пантелеймона, целительный. Наверное, в монастыре не получится снять, но может и получится. Друзья, место это намоленное, хоть и новое. По различным источникам или 1997 года, или 2001-го. Может быть, начали в 1997-м возведение. Братья тут живут по Афонскому уставу, канону. А мы сейчас с вами сходим на источник целителя Пантелеймона. И здесь вас окутает состояние спокойствия, хотя немного раздражающий фактор, что юбки, помимо платков, там подается все. Но как только вы заходите, все раздражение уходит. Икона святая распространяет ауру спокойствия. И глаза у иконы такие живые. Смотрит она на вас строгим взглядом. И все видит. Снять мне там не удалось. Братья везде. Территория малюсенькая внутри. Вот он, этот монастырчик. Называется Крестовая пустынь. Вокруг хозяйство. Вот источник. И вот милейшая собака чья-то. Это все находится в горах, как вы помните. А вот и сам источник. Не знаю, кто рискнет тут купаться. Наверное, есть такие. У нас же купаются на крещение. И тут прохладно. Вода такая прозрачная-прозрачная. Шумит. Купель мы с вами посмотрели. Но купаться, это уже неизменить определенную закалку и настрой. А мы двигаемся дальше. Еще водопады у нас впереди. Интернета в горах нет. Так что, друзья, тут вы не перевести денежку не сможете. Имейте наличку. Здесь умиротворение накатывает. Приезжайте лечить нервную систему. Источник меня не так заинтересовал, как сам монастырь. Я бы там еще побыла. Внутри очень приятно находиться. Я решила еще напоследок зайти в монастырь. И приложиться к иконе Троеручнице. Водопад Коса Девы Марии. Также водопад Молочный. Два названия этого водопада. Эта место считается так же цветом, как и цвета цветом панкелем она. Когда было заменено крестами куланами, здесь розовый крест. И из-за этого, знаете, после сильного конца, после большого конца, можно увидеть классный оттенок камней. Точно от заведения и так далее. Из-за этого ее перенесли туда. В принципе, все, если есть какое-то желание, я могу сопроводить, дабы исцепаться в этом монопаде. Если кто-то хочет попить водички, подходим туда, пьем. То есть предложение по рукам. Друзья, мы находимся с вами на водопаде Девичья Коса или Коса Дева Марии. Тут также есть подтверждение иконы здесь. Считается святое место. 55 метров высота водопада. Смотрит очень красиво. Тем более, конец зимы, начало весны. Он полноводный. И очень-очень красивый. Внизу разделяется на три струи. Посмотрите, вытекает одна, потом две, потом три. Это все в салах-ауле. Салах – это так называли вдов, которые не вышли замуж. Мужчин-вдовцов – бабуны или бабу-ми называли. Точно я и не скажу, какое ударение правильное. И вокруг самшитовые деревья, листья которых бабочка пожрала. Но говорят, они возродятся. Друзья, мы заходим с вами в усадьбу Кошмана, основателя культуривания чая, если можно так сказать. Он украинец-еврей и долгое время прожил в этой усадьбе и умер здесь. Здесь его и его жены могилки на территории. И вот его маленький домик. Это все произошло давно, в 1901 году. Окультуривание чая. Красивая территория, небольшая в горах. Это и усадьба Кошмана, домика. Кафе, беседки. И уже проклевывающиеся листики. Где-то много листьев, зеленая трава. То есть находиться прекрасно. Мне прямо интересно, что это за дерево. Да, колючки. Местный кактус. Сейчас найду кого-нибудь. Друзья, вы тут можете приобрести чай, мед. Впрочем, как и везде. Наш экскурсия завершается. Она завершится еще обедом в кафе 2 Тиса. Обед я заказала у Хои с импиньона на мангале. 1100. Обычная цена. Так что в Салах, Салах, Ауле, экскурсия это очень позитивная и интересная. Заднюю, короче, сгорела на пакетах. Маленький такой домик. Мерзи, ножницы. Сколько комнат? Три, да? Ножницы для сбора чая. Слушайте, интересно. Обыкновенные ножницы, а к ним приделанно это. Прикольно. Так он православный был? Ну, конечно, не гляжу. Иудей? Я не знаю. Интересно. Учугов-то сколько. Учугов-то сколько. Как я и сказала, Кошман вместе с женой похоронены на территории своей усадьбы небольшой в горах на берегу реки. И вокруг его любимый чай. Шахая. Река. Очень хорошее энергетическое место. Энергетика здесь хорошая. И милейшая собака. Зелёнок. Большая собачка. И ещё одна. О! Мы отобедали в два тиса в кафе. Кафе знакомы ли родственники водителя, я так думаю. Ну, нормально. Уха. И грибы, как я уже сказала. Экскурсию салах-аул я рекомендую. Она встала мне 2400, не считая обеда. Если не считать. Ну, ведь можно ничего не заказывать. И сейчас мы движемся обратно. По продолжительности экскурсия с 12.30. А сейчас у нас где-то 17 часов. Ну, вот, считайте. По времени сколько она заняла. 6-7 часов. В зависимости от пробки. Но ещё обратная дорога. Это 7 часов с обратной дорогой. И пробками я посчитала. Всем пока. Увидимся завтра. Завтра я пойду на Псаха.